Всем привет! Это второй строительный влог и работы уже начались. Сейчас работают электрики. Да, уже начали разводить потихонечку электрику по дому. Сейчас мы как раз вот общались и я вам сейчас вставочки повставляю. Ника снимала. Есть нюансы, оказывается, определенные, о которых я не знала. И опять же, я делаю опять перестановку в ванной и в гостевом туалете. Потому что я нарисовала так, как мне захотелось, чтобы оно было, не подумав о том, что... А выводы находятся совсем в другом месте. Ну то есть, например, унитаз у меня вот здесь, то есть в этом углу. А я нарисовала его в совершенно другом месте. Конечно, все это можно переносить, но мне сказали, что желательно этого не делать. Поэтому я сейчас иду в маленький домик, перестраивать себе все это, перерисовывать. Ой, мамочки. И в среду, то есть сейчас понедельник, через полтора дня, потому что сейчас уже вечер, я буду переезжать с детворой и с мамой. Я хочу в детстве на стаде вывести, может быть, да? У нас, а то есть так само проходный. И бра на 2,60, а выключатели на 2 метра. А тут выключатели, там через 60 сантиметров бра. Смотрите, это был учет того, что здесь будет двухъярусная кровать детская. Но она есть сейчас, то есть я имею в виду, она будет. Но в дальнейшем я все равно буду переделывать. Поэтому мне вот здесь как раз брая не надо. Хорошо, что вы еще не брая. Я просто хотела здесь сделать рабочую зону. Соответственно, нужны две розетки. Поэтому розетки... 60, 3 и 2. Да, вот здесь вот это пусть остается. А вот это вот бра, ну вот это, давайте ручка. Мы просто цей бра можем поставить на столу на 1,60 метра, а тут добавить одного выключателя. И без проходного. Просто вы не знаете, где кровать будете ставить. Да, вот за это дело. Ну а тут на 1,60 метра можно поставить брата, как с той стороны. На 1,60 метра ставлю брата, тут добавляю еще один выключатель. Просто для этого бра выключать. Ну, как настольного. Вот туда, по центру колонни, вот туда выводить. Я думаю, да. Или сюда. Куда лучше, наверное, сюда. Наверное, сюда, чтобы была схована. И с той стороны тебе туда выводить, тут, бля колонни. А с той стороны нема смысла, да? Нет, с той стороны нема. Оно визуально как бы там будет. Вот мне, где будет ваш щит слабый ток? Это где будут сходити с телевизионных кабелей, и интернет кабеля. Кстати, у меня здесь тоже розетка, конечно. Хочу повесить зеркало, которое с подсветкой. Мне одной достаточно. Так, уже темнеет, поэтому у меня тут качество не очень. Получается, что мне надо делать перестановку, переносить сюда раковину и унитаз, а ванну оставлять здесь. Вот. Ну, я, в принципе, решила, что так, наверное, и оставлю. Только единственное, что вот унитаз перенесу вот сюда, вот, и здесь будет раковина. А здесь будет шкаф. Вот. Только это надо сейчас по размерам все правильно нарисовать, чтобы сделать правильные выводы. И по гостевому туалету, вот он. Вот здесь, конечно, посложнее, потому что там совсем мало места, и все надо грамотно разместить. Искусственный камень и сверху акрил. Это вот эта французская, да, что вы видите? Да, да. А как называется? Якоб де Лакон. А модель Лайт. Как? Лайт? Лайт. Модель именно. А кто сталкивался вот с такой душ-кабиной? Тут просто одна дверь, и все. Даже не дверь, а просто дверь. Ну и кронштейн, да. Тут кронштейн будет. Тут не видно или видно? Вот тут распорка такая идет в синие. Сверху держит, по-моему. Но я просто не понимаю, как она не разбрызгивает. Сюда, типа, как не разбрызгивает? Когда человек купается, но руками, ногами, все равно он как бы разбрызгивает, мне кажется, будет лететь. Но они стекут обратно, стекут в трап. Везли. Ну, по порядку, не знаю. Я просто нерадную столку вас нигде не видела. А вы имеете в виду в Турции где-то отдыхали? Да, там штора, просто штора, реально. То есть это просто одна шторка такая? И сколько она стоит? Ну, вот 80 сантиметров 12 тысяч. Ну, это прозрачная, может быть, альматовая, но не простая. Ну, она дороже, матовая. Да. Девочки, я в ванной хочу вот такой вот, в общем, на две чаши, два умывальника таких. И я не знаю, как мне уместить в метр, метр двадцать это все. Умывальники, те, которые нравятся, они по 60 сантиметров не выходят. А маленькие умывальники не хочется. А вот так вот визуально мне очень нравится. Я сейчас выбираю. Она чуть дороже. Маленькая прикольная. По качеству говорят, хорошая. Поделитесь, пожалуйста, информацией. И по поводу унитазов. Есть такие унитазы, которые без ободка. Я читала в интернете, что они разбрызгивают. И как плюются. У кого какие унитазы? Расскажите, пожалуйста. И я хочу тоже такую, как инсталляцию, подвесной унитаз. Ой, боже, сколько всего. И все-таки мне понравилась такая ладошка-бина с одним только стеклом. Вот она как-то красивенькая. У кого-то же так напишите. В общем, я чувствую, что не захочу я того, на что у меня есть деньги. И надо будет что-то делать. Люблю, когда без профиля. Просто стекло. Вот это красиво. Причем полный минимализм. Хочу полный минимализм. И хочу душ-кабину, то есть без поддона, чтобы была плитка. А плитку выкладывают конвертиком, чтобы вода уходила чуть-чуть с наклоном. По сантехнике не ходил, не смотрел. Километр, если говорить уже. Это в гараже. Я сейчас приехала в дом. И мы решали, где делать розетки, где что будет в доме. И по поводу... Так как в селе, когда идет дождь, включают свет, то предлагают вывести кабель специально под... Можно сказать, аварийный такой свет. Ну, сейчас я буду все уточнять. Там можно сделать бензиновый, можно вообще специальный, но это правда дороже. В общем, сейчас я буду узнавать. Кир, Кир, дай мне. Так, а сейчас... Изначально я рисовала все по одному. Но по факту сейчас все перерисовали, потому что я не учла то, что вывод друг здесь такой. Я почему-то подумала, что их спокойно можно перенести в любое место и рисовала себе то, что я хотела. Но по факту нет. Вот здесь будет унитаз. Вот здесь будет раковина. Я хочу двойную, я вам уже показывала. Вот. И мне позволяет стена метр пятьдесят. То есть, чтобы была двойная раковина. А здесь у меня вот стоит такой шкаф с цветком. Вот здесь. А здесь будет ванна. И тут сушка. Вот. Вот такая вот у меня будет ванна. Пойдем дальше. По поводу шкафа. Тут никаких подсветок, ничего такого нет. Никину комнату уже сделали. Вот. Все полностью вывели. И у Малова тоже. У меня, по-моему, тоже. Сейчас я гляну. То есть, получается... Ну, ребята, молодцы, быстро работают. До завтра вечера, может быть, до четверга все сделают. То есть, до моего отъезда в Грузию уже все будет готово. Вот я в своей комнате. Это свет. Ой, боже, боже, как я. Знаете, такое реально волнительно. Кабель. Вы спрашивали. Кабель медный. Вот. Это лучше, конечно. Поэтому хочется как можно лучше. Сейчас был куплен, по-моему, один километр пятьсот метров. Надо докупать. В итоге получится приблизительно плюс-минус. Где-то два с половиной километра. Ну, это, опять же, в дальнейшем, может быть, еще понадобится. Потому что надо вывести свет наружу еще. То есть, проложить кабель для подсветки на улицу. Вот. Что еще? Сейчас я поотвечаю на ваши вопросы. И еще хочу сказать, что вот сейчас уже пол шестого, и солнышко садится. Видите, да? Мне, ну, как бы изначально, когда строился дом, я специально его поставила вот таким вот образом, для того, чтобы солнце не светило ярко в окна, и не было вот этого пекла. И сейчас, вы видите, вот где солнышко, да? Когда обед, оно не палит, а сейчас, когда оно садится, оно так очень красиво делает, можно сказать, такой закат, красивый свет в доме. Сейчас разговаривает ответственность за вообще ремонт, как я вам говорила, его зовут Андрей, вот, с прорабом. То есть, я не переживаю, потому что все ответственность он берет на себя. Вот. Сейчас я вам поотвечаю уже на вопросы, на ваши. Это вот, когда будет три. И еще хочу сказать, для тех, кто будет строить дом, обращайте внимание на трещины. Вот мне только что сказали, что... Видите, трещины. Обычный человек, он не обратит внимания, трещина и трещина. Типа так надо. Это очень плохо, потому что тут идет большой пролет в три комнаты. То есть, в той комнате колонны, и поэтому все в порядке. А здесь нет, здесь только вот газоблок. Ну, говорят, что нельзя, чтобы опирался только на газоблок. Надо было конструкцию дополнительно ставить, или арматуру тут, 15 или 16, я уже не помню. А вот надо было ставить 35, тогда бы было лучше. Так что, учитывайте эти моменты. Вот это вот сказал Андрей. Он говорит, человек, который разбирается, он сразу поймет, что сделано неправильно. То есть, какие-то ошибки. Надеюсь, что там не развалится. Ну что, теперь поотвечаю на ваши вопросы с инстаграма. Обращайте на меня внимание, я такая замученная. Ну, внешний вид. Вот я сейчас себя вижу, смотрю на себя, и мне не очень нравится. Я слегка заговариваюсь, поэтому тоже простите меня. Класс. Походу сейчас укладки электрики открывается очень много деталей, не очень хороших, потому что дом строили не эти люди, которые вот, не Андрей, он только там помогал уже в конце делать крышу. Строили совершенно другие люди, другой прораб, и я сейчас его так ругаю, так ругаю, потому что очень много нюансов, не очень хороших. То есть, сейчас они пробивали стены, короче, фигня, которая режет бетон, не знаю, как она называется, но вы меня поняли. Они не могли найти там ни сетки, ни арматуры. А когда складывается газобетон, то там в определенных местах, они говорят, все равно кладут или сетку, или арматуру. Этого нет. Говорят, ну мы еще поищем, но вот на расстоянии трех сантиметров ее не нашли. Прорезали в некоторых таких местах и не нашли. И я так прям расстроилась. Опять же, есть нюанс по поводу трещин в газоблоке. Они могли появиться от усадки, потому что стекла тяжелые и крыша тяжелая. И, естественно, усадка когда была, поэтому могли быть трещины изначально, когда только вот на начальном этапе. Прошло уже довольно много времени. Новые трещины не должны появляться. Но непонятно, это новые трещины, или это предыдущие старые. Я сейчас пофотографировала, там поотмечала, и буду смотреть, будут появляться дальше трещины. Или уже все, или усадка произошла, и можно успокоиться. Но это все можно будет понять, когда начнутся работы внутренние. И вот тогда по, например, уже готовой стене можно будет определить. Потому что если вдруг появятся трещины, значит, все не так хорошо, как мне кажется. Ну, опять же, не буду себя раньше времени расстраивать и затягивать видео. Поотвечаю на ваши вопросы и поеду. Потому что уже время 7 вечера, а я приехала сюда в обед. Ну, то есть, а по сути, вроде бы, ну, захожу на стройку, начинаю общаться, там решила, там сказала, там посмотрела, и время улетело. Куда оно улетело, вообще непонятно. То есть, я могу там часами находиться, ощущение, что там пару минут. Но я думаю, наверное, у каждого, так, кто занимался ремонтом. Честно, я занимаюсь первый раз, и я думала, все будет гораздо проще. Это так сложно. Так, мне бы хотелось узнать, как теперь с Доминикой, со школой будет. Непонятно еще, или буду ее возить, или пойдет в сельскую школу, а Дема пойдет в сельский детский сад. Пока не знаю, не могу ответить. Так, дальше. Аня, будет ли... Чи будете вы снимати хит будивництва? И, ну, вот, вроде стараюсь снимать, насколько я понимаю и знаю, и у меня есть возможность его снимать. Вот поэтому, как бы, так и снимаю. И будете ли вы... То есть, я можно сразу на русском, потому что смотрят люди с разных стран, могут не понимать украинский язык. Планируете ли вы подводить итоги по завершению работы? Плюсы, минусы, приблизительные цены. По ценам я могу сказать на сантехнику, например, да, там, потому что я сейчас была в эпицентре, и увидела, что, ну, реально, один унитаз, в разнице визуально, они особо не отличаются ничем, а цена, там, 10 тысяч разница. Ну, тот стоит 6, тот 16. Просто качество другое. Хотя, как бы, ну, визуально нормально выглядит и тот, и тот. То есть, эти моменты я могу рассказать. Что касается, например, каких-то там работ, ну, я думаю, это все индивидуально, поэтому не стоит. На самом деле, это тоже все индивидуально, потому что вы учитываете тот факт, где будет работать ваш муж. Если он работает на правом берегу, то надо рассматривать сторону, например, ну, правого берега. Если на левом, то надо учитывать сторону левого берега. В этом я вам не подскажу. Ну, опять же, вам надо поехать и посмотреть. Это настолько все индивидуально. Надо приехать и понять, это мое место или нет, это мое село или нет. Ну, то есть, как-то так. Анюта, привет. Мне интересно про отопление. Во. У меня тоже частный дом. В этом году бешеные суммы за свет приходили, топились электрокотлом. У меня газа не будет. У меня будет все на электричестве. Опять же, выключают часто свет в селе, особенно если идет дождь. Поэтому надо будет, сейчас я не знаю, но надо будет учитывать тот момент. Это я все узнаю, и вам попозже расскажу. Что касается моего отопления, это будет теплый пол с ионовым котлом. Погуглите, вы поймете, в чем разница электричества по цене. Ионовый котел, он употребляет мало электричества, потому что, ну, там есть нюансы, прочтите. Это, кстати, очень хорошая штука. Вот. Так, давайте с самого начала. Как выбирали дом? Дом строился, его не выбирали. Был ли выбор между квартирой, или только дома рассматривали? Конечно же, всегда хотелось жить в доме. Вот. Но у нас с мужем были определенные моменты. Я сначала думала, то есть, когда мы развелись, я думала, что буду жить в квартире. Но по факту оказалось, у нас был раздел имущества, и как бы, ну, мне достался дом. Сколько километров до Киева? Скажу так, это село, но по сути это в Киеве. Я пока не могу сказать, и пока я и не буду говорить, в каком это селе, потому что, ну, в целях, наверное, безопасности. Ну, это мне так сказали сами девчонки, то есть, вы же и сказали, да, подписчицы, что не надо говорить, где живешь. И я подумала, что да, действительно, это будет правильно. Вот. Поэтому очень рядом с Киевом, прям очень рядом. Можно сказать так, три минуты, и я в Киеве. Вот так скажу. Поехали дальше. Как дети воспринимают приезд? Дема пока ничего не понимает, Ника довольна. И даже не расстроена, что она меняет школу. Она говорит, да, я буду скучать за своими одноклассниками, но классно то, что мы будем жить в своем доме. То есть, это ребенка очень радует. Анют, скажите, вы будете проводить свое мини-о электростанцию или подключаться к сельской? Свет у нас уже есть сельский. Специально подводили, то есть, платили за столбы и прям на участок подвели электричество. Но, сами понимаете, все-таки это сельское электричество. Своей мини-электростанции пока нет. Я не знаю, надо или нет. По финансам, ну, как бы, я ее не тяну. но может быть, какое-то вот то, о чем я говорила, что я хочу узнать, какой-то запасной вариант, если вдруг выключается свет, то он должен быть по-любому, конечно же. Но я пока не знаю, какой. Если вы знаете, напишите в комментариях, я буду вам очень благодарна, потому что мне ваши комментарии реально очень выручают и помогают. На сельской линии часто выключают свет. Да, ты уточни насчет этого, просто совет. Мы знали, потом дополнительно устанавливали. А, мы не знали, потом дополнительно устанавливали. Ну да, вот видите, я не прочла и уже мы поговорили. Для гостей комната предусмотрена? Нет, комната для гостей не предусмотрена. То есть, как, там у меня кабинет, большая, ну, как бы, зона, да, где будет диван, если гости будут, они останутся в зоне. гостевой и у каждого по комнате. Есть гостевой домик, но там будет жить мама. Там две комнаты. Сейчас мы туда в этот домик и приезжаем. Вот, если вдруг гости такие прям близкие-близкие, то я думаю, что можно их к маме подселить в комнату. Но я, может быть, даже не захочу этого делать, потому что мы с мамой договорились, что этот маленький домик, это исключительно ее домик. Вот, то есть, она будет в нем жить и захочет она, не захочет, сами понимаете, это как бы, ну, это как врываться в чужое пространство. Поэтому, если это наши гости, например, там друзья, мои друзья, да, или там Никина подружка осталась, то пусть она остается там в кабинете. В кабинете я поставлю диван, вот, и можно гостям разместиться там или в большой комнате. как-то так. Мама к вам часто приезжает, где вы ее разместите? Вот я уже ответила на этот вопрос. Мебель будете с нуля или старую тоже с времени в дом перенесите? У меня нету мебели, поэтому, в принципе, вот только Демкина, она беленькая, красивенькая, новенькая, поэтому она переедет с Демитом. У Ники есть только одна кровать, которую я потом, ну, как бы, поменяю в любом случае. У меня нет, из моей мебели, только вот бьюти стол. То есть, мебель по-любому будет с нуля. Так, на какой доме отопление? Уже ответила. Дешевле с нуля строить или покупать готовый дом? Строить дороже, чем покупать, купить дешевле. Сейчас по факту выходит. Почему решили именно строить? Кто придумал такую планировку дома? Эту планировку придумала я, но как придумала, я ее нашла в интернете, и по этой планировке строился дом. Почему строился? Потому что, ну, так захотелось. И захотелось именно этот дом. Ну, вот так. Мне интересно про отопление. Сами строим дом. Сейчас над этим вопросом думаем. Покажите мужу в гугле, в бейте отопление ионовым котлом. Вот, мне кажется, это сейчас прям ноу-хау. Вот, и по деньгам это гораздо дешевле выходит. Какие меры безопасности в доме планируется? Планируется, ну, видеонаблюдения нет, а система обычная, это кнопка, если что, в течение пяти минут приедут, и движение, детектор движения, его можно включать, например, когда вы уже ложитесь отдыхать, и, ну, то есть, в определенные зоны, да, вот до туалета дошли, а там, например, в другой зоне детектор работает, и если вдруг там что-то, то у вас срабатывает система. В общем, вот, как бы, в любом случае что-то будет, но пока точно вам не могу сказать, что. Дальше. Аня, поздравляю, это очень круто, что ты стремишься осуществить свои мечты. Спасибо. Ты очень заряжаешь позитивом. Про гардеробную в коридоре могу сказать, что глубина шкафа должна быть 60 сантиметров, так и ей 60 сантиметров, и сам проход хотя бы метр, тоже там больше, чем метр. Могу нарисовать и отрисовать кухню. Я только за. У меня прям, ну, я знаю, какую кухню я хочу, но, да, детали бы мне вот прям, если можете нарисовать, то, пожалуйста, я только за. С удовольствием. Анечка, мне очень интересен вопрос безопасности в доме. Ответила. Здесь у вас соседка на участке рядышком, а там, там тоже соседи по бокам, то есть кругом, просто впереди нет соседей, а сзади, сбоку, везде соседи есть, поэтому, как бы, тем более, с соседями знакомы, все в порядке. Тем более, когда, когда-то, помню, еще давно-давно, когда еще никто не жил в доме, стройматериалы с крыши воровали, так у соседки так собака лаяла, такой шум гам подняла, поэтому, вроде, в этом плане, ну, как бы, так как это село, то собаки, они нормальные. Это, кстати, не знаю, будет собака у нас или нет, наверное, нет, но соседские собаки нормально работают, вот. Цветовая гамма дома, мебель, буду рада, если поделишься. Я хочу минимализм в светлых тонах, пол однозначно серого цвета, это будет плитка, на полу, может быть, что-то, просто, понимаете, будет пол с подогревом, поэтому лучше всего, когда плитка, но в детских комнатах, в спальне, возможно, что не плитка, сейчас просто еще думаю, может ламинат, есть специальный под подогрев, ну, в общем, надо смотреть по ценам еще, вот, что еще, по светлых тонах хочется, но пока тоже не могу сказать, у меня нет определенного, вот, я вижу, но в цветах не вижу пока, поэтому не могу еще сказать, все в постельных, помните, как этот, на лабутенах, когда она про картину говорила, вот такое, в постельных тонах, вот я аналогично, в постельных тонах, так, так, Аня, привет, какая площадь дома, 250 квадратов с гаражом, можешь показать планировку на схеме, я, в принципе, ну, как, показывать не особо хочется, честно, но буквой Г, буквой Т, если с гаражом, так, интересно, тоже хотим дом строить, учитывайте сразу, берите архитектора, я не взяла архитектора, теперь жалею, правда, то есть, должна быть схема, чтобы все было правильно, прям все точно, где находится территориально, за Киевом, за Киевом, ну, пока не могу сказать, говорила же вам, да, Анютка, привет, мне интересно, будет ли беседка, или открытие, от солнца во дворе, конечно, будет, а как же по-другому, я даже знаю место, где это будет, и какая она будет, вот, я просто не знала по поводу, как делать, ну, я уже все знаю, как делать фасад, не знала дома, какого он будет цвета, но сейчас мне очень хочется белого, потому что черные рамы, мне кажется, будут как на Санторини, только там голубое, а тут черное с белым, мне кажется, очень будет красиво, вот, и что еще, вопрос потеряла, какой вопрос, мамочка звонит, секунду, да, мамуль, извините, телефон звонил, мама переживает, где я, пропала на полдня, Анютка, привет, мне интересно, будет ли беседка, а ну вот, конечно же будет, но самое интересное, что как раз вот дом, я уже говорила, ранее, что дом поставила вот так, чтобы солнце не светило в окна, но если гулять во дворе, то, конечно, солнце будет отовсюду, но укрытие есть, то и как есть, оно будет, то есть, видите, сказала есть, если есть, значит скоро появится, ну, по крайней мере, хотелось бы, планируется, конечно же укрытие, и будет беседка, и будет барбекю, и будет зона для отдыха, и зонтики, и все на свете будет, я буду закругляться, потому что я смотрю, у меня тут уже 15 минут, чтобы влог не был длинным, я заканчиваю его, дальше будет, я буквально через 3 дня улетаю в Грузию, на целую неделю, работа будет продолжаться, и к сожалению, я не смогу их снимать, это очень плохо, потому что я хотела снимать весь процесс, как все это происходит, показывать и рассказывать вам, но так получается, что вот, что мне просто надо, это моя задумка, моя новая идея, если она осуществится, то будет здорово, не только для меня, но и для вас, потому что вы сможете к этому присоединиться, но это уже другой влог, другая история, а это строительный влог, и свою жизнь я сюда вмешивать особо не хочу, вот, буду максимально стараться, рассказывать про стройматериалы, про заход от стройки, и про то, как я все выбираю, спасибо, что посмотрели это видео, жмите на колокольчик, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, и до новых видео, пока-пока, пока-пока, Продолжение следует...